Время 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 В древности говорили, что человек умирает только тогда, когда умирает память о нем. Но сама память никогда не позволит любому ребенку, в каком бы возрасте он ни находился, забыть это священное, божественное слово – мама. Наша мама, Берта Михайлова, родилась 23 декабря 1925 года. В Ташкенте – многодетной и дружной семье Шумеля Михайлова и Сары Ауловой. В семье росло семеро детей – Берта, Ася, Амнум, Риева, Илюша, Моник и Нелли. Они проживали в старой части города Ташкента – Махаля-Укчи. Это были тяжелые 30-е предвоенные годы. Семья проживала в скромном достатке. Им предстояло вынести немало трудностей и лишений на своем жизненном пути. Берта, как старшая дочь, старалась во всем помочь своим родителям. Как сегодня помню, как мама с особым восторгом рассказывала нам о своем детстве и юности. А мы, дети с большим интересом, слушали ее воспоминания. «Это был, как нам казалось, райский уголок», – говорила мама. Мы жили в длиннобитном доме. Рядом с домом были небольшой базарчик, старинная баня, чайхана и речка Анхор. А еще в нашем дворике рос душистый виноград, под тенью которого располагался топчан, где по вечерам собиралась вся наша большая семья. А также этот топчан был предназначен для встречи гостей. Недалеко от него скромно занимал свое место глиняный тандыр, где моя мама, Сара, пекла хлеб, а на Пасху – мацу. Сколько же воспоминаний было связано с этим уютным двором, ведь он был своеобразным мочегом для всей нашей большой и дружной семьи. Мы радовались каждому дню, провожая закат, мы продолжали жить в ожидании восхода. Наш скромный двор объединял не только нашу семью, но и всех родственников. Именно здесь проходили свадьбы наших родных. А какое счастье мы испытывали в субботний вечер, когда наш отец в своем национальном халате приходил из синагоги и, садясь за стол, давал свои благословения на хлеб и вкусным блюдом, приготовленные нашими женщинами, которые славились своим кулинарным искусством. Сидя во главе стола, наш отец говорил, «Будьте всегда добрее, когда это возможно, а это возможно всегда». Уважение к традициям Торы и почитания, все дети Шумеля и Сары Михайловых продолжали сохранять эту традицию в своих семьях. Вот в такой атмосфере жила и воспитывалась наша мама, Герта Михайлова. 1941 год. Маме 16 лет. Она с отличием заканчивает школу и поступает в медицинский техникум. Но началась Великая Отечественная война, и ей пришлось оставить учебу и пойти работать. Мама решила, что она будет полезнее там, на фабрике, по пошиву одежды для солдат. От природы мама обладала красивой внешностью и своеобразным шармом. Она ценила дружбу и часто собирала у себя дома своих подруг, которых у нее было немало. Умела создавать хорошее настроение, любила танцевать, не забывая о том, что ей еще придется много сделать по хозяйству после школы. Нашу маму называли врачом души. Она лечила людей своим присутствием. Вместо лекарства маме было достаточно посидеть рядом с больным человеком и зарядить его позитивным настроем. У нее была своеобразная энергетика. В нее были влюблены вся Укчинская махаля. 1947 год. Как хорошо, когда счастье приходит двум влюбленным, как к себе домой. Двое молодых людей решили связать свою жизнь и пойти по нелегкой дороге семейной жизни. Итак, молодая девушка по имени Берта Михайлова выходит замуж за молодого человека Манаше Якубова. В Махале Укчи образовалась новая замечательная семья Чета Якубова. Во время свадьбы, ухода в дом, ярко пылал традиционный костер счастья. Как прекрасна та гармония звуков, когда в душах невесты и жениха в унисон звучит мелодия любви. Эту мелодию своей любви они дуэтом пронесли в течение 48 лет. Наш отец Манаше Якубов родился 23 сентября 1924 года в Ташкенте. По природе своей папа был очень скромным и порядочным человеком. Его путеводной звездой была совесть. Он прошел фронтовые дороги Великой Отечественной войны. Был тяжело ранен. Папа не любил рассказывать о том, что ему пришлось пережить во время войны. Но однажды он все-таки не выдержал и поделился с нами своими воспоминаниями. Сидя в окопе во время страшных бомбежек, я даже представить не мог, что однажды вернусь домой живым, здоровым и создам вот такую замечательную семью. Слава Богу, я вернулся домой и нахожусь рядом с вами в окружении своей любимой супруги. Ведь благодаря ей я стал обладателем несметного богатства и вас, моих четырех сыновей – Бориса, Гриши, Давида и Жоры. Еще в детстве папа очень тяжело перенес гибель своих двух братьев – Эфрая и Хайка, которые погибли у него на глазах от угарного дыма. И он всю свою жизнь делал все, чтобы облегчить дальнейшую судьбу членов своего семейства. Папа работал проводником на Среднеазиатской железной дороге и часто уезжал на рейсы и был спокоен за свою семью, зная о том, что в доме будет порядок, а дети будут сыты, обуты. Отец учил нас быть благодарными за каждый момент жизни, за каждое мгновение, в котором мы живем. Он регулярно повторял «Худобу шуку», «Спасибо», «Рахмат». Благодаря нашему отцу мы научились тенить жизнь и творить добро. Отец всех нас, четверых сыновей, желал, что мы приобрели хорошую специальность, а сам по-дружески определял, кому выбрать ту или иную профессию. Борис и Гриша стали парикмахерами, Додик – профессиональным фотографом, а Жору он усердно настаивал стать профессиональным музыкантом. Папа очень любил музыку, народные песни, а также песни с кинофильм. Отец с детства приучал нас к самостоятельности, и чтобы сами преодолевали свои жизненные трудности. И поэтому он в качестве воспитания старался не баловать нас материально. А вот когда мы стали взрослыми, мы узнали, что он был прав. Наша мама во всем поддерживала папу. Правда, она была строга по отношению к нам, но справедливой. А ее хлебосольные застолья были просто бесподобны. 1966 год. В Ташкенте произошло землетрясение, и их жилье рухнуло. Им выдали четырехкомнатную квартиру в районе Чаланзар. Наши родители любили жизнь, а жизнь любила родителей. Они вместе часто путешествовали и побывали во многих городах Прибалтики, России и Кавказа. Жизнь продолжалась. Папа работал проводником на железной дороге, а мама решила устроиться на работу продавщицей газированной воды возле фонтана театра имени Новои. От природы мама отличалась своим ясным умом, практичностью. А самой главной задачей в жизни было достойно воспитать своих детей. Я хочу сказать, Берта, что ты натворила? Сегодня весь зал, бляй, нора, у меня глаз нет. Детский сад, школа, колледжи, университеты, все у тебя. Берта, вот Миша ушел уже лет 20, да? И ты вела без него всю свою семью и довела вот сегодня до вот этого вечера. Сегодня не каждому суждено это увидеть. Не каждому суждено, ты до чего была близка к Богу, близка к родителям, близка ко всему, что Бог тебе дал такое. Не имея высшего образования, она владела жизненным талантом, педагога и психолога. Этот Божий дар она получила от своей мамы. Мы навсегда запомнили замечательные уроки нашей мамы. И они часто помогали решать житейские проблемы. Наша семья разрасталась. Мы с сыновья женились. Борис женился на Рае Шаковой, Гриша на Ларисе Мерзаевой, Давид на Юле Бабахановой, а Жора на Светлане Якововой. Мама, зная характер своих детей, сама выбирала невест, затем предлагала своим сыновьям. Она с большой любовью относилась ко всем четырем келинкам, считая их своими дочерьми. Я их уважаю. Я переживала раньше, что у меня нет дочки. Плакала даже в больнице, что у меня дочки нет. Мама хочет, чтобы я родился девочкой. Всегда она хотела это. Не получилось. А папа не хотел, всегда хотел мальчиков. А сейчас я считаю, что мои сыновьи – это мои дочки. А они, невесты, отвечали взаимной любовью и считали ее своей матерью. Спасибо вам за все то, что вы для нас делаете и сделали. Мама, чтобы вы были всегда с нами. Мы очень-очень вас любим. И хочу пожелать вам самого наилучшего, чистого сердца, мама. Все, что здесь находится, все, кто здесь находится – это вся ваша жизнь. Я моя беда. Все ваши плоды вашей жизни, которые вы вложили за всю свою жизнь. От всей души, все мои родные, поздравляем вас. Самое главное вам желаю здоровья. Чтобы всегда вы были рядом с нами. В окружении всех своих близких и сыновей, и родных братьев, и сестер, и внуков. Я вам скажу, сегодня это последняя партия Киринов. Последняя. Как я обычно говорю про мою жену и ваш облот, это последняя партия жен. Сегодня таких жен и сегодня таких келинок буховишал, только можно присниться у молодых. Только если еще кому суждено присниться, а кому не суждено, это о чем говорит? Кто взял твою дорогу, те будут счастливы. Бертя, все твои кудо на высшем уровне. Потому что они имеют таких келинок. Таких келинок нет. И не будет. И ничего никогда никто не увидит. Ты заслужила, ты получила за все это. Настало время, когда появились долгожданные внучки и внуки. Мама души в них не чаяла. И учила нас, как обращаться с ними, давая свои бесценные советы. Мариночка, это моя старшая внучка. Поздравляю вас с днем рождения вашей сосиски. Дай бог ей счастья, здоровья. Чтобы она жила долго, долго, как моя мама. И ты назвала ее царем, как моя мама. Поздравляю вас с днем рождения вашей сосиски. 1979 год. Начало миграции нашей семьи. Семья Гриши и Ларисы первыми покидает союз. И оказывается в Америке. Естественно, после их отъезда родители стали очень скучать. И мечтали о том, чтобы вскоре воссоединиться. Благополучия, здоровья желаю. В 1987 году, возле си 62 года, наш папа теряет свое зрение. После консультации в самых лучших институтах Москвы, к сожалению, был подтвержден неизлечимый диагноз. Медицина была бессильна. Я даже не представляю, как отец пережил это состояние, ведь перед его глазами всегда был только один черный цвет. И мы надеялись, что именно в Америке папа вновь сможет увидеть мир своими глазами. Итак, 1989 год. Пройдя несколько этапов эмиграции через Австрию, Италию, мы пролетаем в Нью-Йорк. Почему? Когда мы с вами не хотим, мы вновьем в Казах? Почему? Как они, как у нас. Мы не хотим, как у нас. Мы хотим, сколько они! Мы хотим, сколько они придут, мы напрягемся, чтобы их бросить. Мы хотим сопровождаться. Пройдя по этому поводу, мы вновьем. Добавил субтитры Алексею Дубровскому Радости наших родителей не было предела. Наконец-то вся семья вновь оказалась вместе. Субтитры создавал DimaTorzok А в 1991 году из Израиля к нашим родителям приезжает и бабушка Сара. Жизнь в Нью-Йорке продолжала в своем ритме. Семья росла, дети устроены, подрастали внуки. Бабуля, я тебя поздравляю с днем рождения. Я тебе хочу пожелать крепкого здоровья, потому что мне кажется, у тебя все уже тут-фу-тфу есть. Сейчас я знаю, деда смотрит над небесами, над нами, и он очень гордится своей семьей. Я уверен в том, что все, кто сегодня здесь сидит, за все наши годы когда-то получили от тебя совет. Это Бог тебе дает вот этот подарок, который ты всем нам дала когда-то, он тебе сегодня его возвращает. Ты воспитала действительно прекрасных детей, бабуля. И самый старший внук у меня. А правый внук, я не знаю, кто будет старший. Находясь в окружении своих детей и внуков, папа и мама наслаждались нами и гордились за всех нас. И были довольны тем, что не зря посвятили свою жизнь своей семье. Наши родители были счастливы до конца своих дней. Прожив в Нью-Йорке три года, уходит в мир иной наша бабушка Сара. А через девять месяцев еще одно страшное горе постигло наш дом. Покинул этот мир и наш отец, Манэше Якубов. Отец, доброту и любовь ты оставил живым. Сколько бы лет на земле не прошло, будем скорбить, помнить и любить. Это был страшный год для всех нас. Мама сумела найти силы, чтобы преодолеть этот страшный удар. Потери своего любимого супруга Манэше и бабушки Сары. И сказала самой себе, я должна быть рядом со своими домочадцами. Продолжить жить во имя своих детей, внуков и правнуков. Вот мы собрались у бабулечки нашей вновь в этом месяце опять. Все, все, все молодежь, все внуки бабульные пришли. Так, давай вот начнем. Яна Джон, Илиночка, Дима Джон, Славучич, Асинянчик, Натанчик, Джека, Ленусия. Мама располагала к себе людей своей мудростью, практичностью, порядочностью. Мама располагала к себе людей своей мудростью, практичностью, порядочностью. Мама располагала к себе людей своей мудростью, практичностью, порядочностью. Обладая своим колоссальным жизненным опытом, мама старалась помочь молодым людям обрести свое счастье. Стала традицией в день рождения нашей любимой мамочки вновь собраться всем вместе с семьей в каком-нибудь ресторане и радоваться этому священному для нас днем, чтобы мама имела возможность одновременно пообщаться со всеми внуками и правнуками и услышать их поздравления в свой адрес. Каждый год, декабрь месяц, мамина день рождения, это единственный день, где мы вот так вот готовимся, чтобы собрать и увидеть всех наших племянников, племянниц. А мне хочется вот в этот день, вот как сегодня, чтобы они вот общались, приходили. Мы все, мы все вот учимся от старших. Вот я, например, и все, я думаю, наши, мои братья, мы все наш пример, вот этот стол. Мы все все всегда берем, как говорят, вот все от них с детства и передаем как бы нашим детям. Но жизнь есть жизнь. Наша семья за короткое время потеряла несколько человек из нашего рода. Дай Бог, чтобы все родные братья завидовали нам, как мы про эти 10 лет прожили дружно, как плечо к плечу друг друга выручали, друг другу помогали. Потом открылась дорога. Здравствуй, милая мама, шлю тебе привет. Самый искренний, самый лучший слов больше нет. Мама, милая мама, если б ты поняла, как тоскую родная, я вдали от тебя. Мама, милая мама,��을 создав七 лет. Свои旅и seinem острови. Субтитры создавал DimaTorzok Их уход в мир иной резко подкосило здоровье нашей мамы. 29 апреля 2020 года в Нью-Йорке на 95-м году ушла из жизни наша любимая мама. Покинула этот мир великая незаурядная женщина, верная супруга, добрая, заботливая бабушка и прабабушка Берта Якубова Михайлова. Она оставила свой яркий свет на земле, и этот свет будет ярко освещать дорогу всему нашему будущему поколению. Любовь мамы – это бесценный дар, огромное бесконечное чувство, и зовется она материнская любовь. Как много дал бы, чтоб тебя опять увидеть. И голос твой родной хочу опять услышать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В окно стучит, гремит гроза, Тебя зову я. Открой хоть раз, открой глаза, Тебя прошу я. Волшебный свет твоих очей, Мне с детских лет всего нужней. Ты лучше всех, всех милей, Моя ты, мама. Как плохо без тебя мне жить, Я это знаю. Хотя бы раз вас не прискнись, Я умоляю. Теблом твоих чудесных рук, Мой самый верный и добрый друг, Всегда везде согрет был я, Моя ты, мама. Мама, я твой сын, За все тебя прошу меня прости, Лишь ты одна могла меня спасти, От всех невзгод и бед и пропасти. Лишь ты одна, Повсюду рядом бы всегда мало, Ты молодость свою мне отдала, Мое ты счастье берегла. Как много дал бы, Чтоб тебя опять увидеть, Как много дал бы, Чтоб тебя опять увидеть, И голос твой, родной, Хочу опять услышать. Тебя обнять на слова, Груди свои тебя прижать, И твою старость приласкать, Моя ты, мама. Мама, я твой сын, За все тебя прошу меня прости, Лишь ты одна могла меня спасти, От всех невзгод и бед и пропасти. Лишь ты одна, Повсюду рядом бы всегда мало, Ты молодость свою мне отдала, Мое ты счастье берегла. Мамочка, свою любовь, Сердечность и нежность Ты дарила всем нам. Ты навсегда останешься в памяти нашей, А сердцем навсегда с тобой. Якубова Берта Бацара Бешубель Михайлов. Мам, я твой сын. Мам, я твой сын. Мам, я твой сын. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...